В Одесской области 100 тысяч потребителей остались без света, в Минэнерго назвали причину. В Одесской области из-за аварии на подстанции оператора системы передачи без света остались 124 тысячи потребителей. Сейчас все запятаны, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго, из-за ряда технологических нарушений, в том числе короткого замыкания, на оборудовании оператора системы передачи в Одесской области была обесточена подстанция 330 кВт. Из-за чего без питания осталась Одесская ТЭЦ, без света одновременно временно остались 124 тысячи потребителей, говорится в сообщении, в пресс-службе заявили, что «причины аварийной ситуации выясняются», в Минэнерго напомнили, что подобные аварийные ситуации возникают в Одесской области не в первый раз. В частности, они происходили в феврале, когда из-за тех нарушений, вызванных обстрелами, а также ненадежности работы сетей, требующих масштабного ремонта, потребители Одесской области оставались без света даже тогда, когда генерация электроэнергии полностью покрывала потребности потребителей. Также аварийные ситуации повторялись в июне, информация «Украинерго». По данным пресс-службы «Украинерго», сегодня утром в некоторых районах Одессы диспетчерский центр «Украинерго», совместно с «Абленерго» вынужденно применил временные аварийные отключения в результате технического сбоя в магистральных сетях региона. Ограничение потребления еще продолжается. Причины сбоя устанавливаются, говорится в сообщении. Проблемы в Одесской области. Проблемы с поставкой электроэнергии имеют многие украинские регионы. Но прежде это Киевская и Одесская области из-за особенностей энергетического узла. В Киевской и Одесской областях даже сейчас происходит отключение из-за аварий, из-за того, что недостаточно надежно работает оборудование. Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью РБК «Украина» заявил, что мощности в энергосистеме Украины маловато и промышленным предприятиям уже урезали лимиты. Отключение света для бытовых потребителей возможно в летний пик потребления в июле-августе.